Здравствуйте, уважаемые члены Президиума и участники конференции. Меня зовут Шмуклер Ирина Михайловна. Я студентка 1-го курса 14-й группы лечебного факультета. Хочу предоставить вашему вниманию нашу работу «Оценка цитогенетической активности кофеина микроядерным тестом». Микроядер — это хроматиновое округлое образование на периферии клетки, например, эритроцита, образующиеся при воздействии мотогена. Повышение количества микроядер в клетках говорит о мотогенном действии изучаемых веществ. Микроядерный тест представляет собой тест-систему, используемую для обнаружения повреждений наследственного материала. Она может быть использована для Тестирования различных химических соединений, Контроля влияния факторов окружающей среды на организм человека. Был установлен факт увеличения числа клеток с микроядрами в букальном эпителе лиц, проживающих в крупных городах. Определение степени риска развития заболеваний и контингента, работающего во вредных условиях, например, работа с токсичными красителями. Контроль эффективности радиопротекторов. В нашем исследовании мы провели анализ воздействия лекарственного препарата кофеин на уровень микроядер в эритроцитах мышей. Употребление кофеин, содержащих продуктов питания, в современном мире обязательно должно быть безопасным для человека, в том числе не должно оказывать мотогенные воздействия. Помимо пищевой ценности, кофеин также имеет значение как лекарственный препарат. Получены данные о его влиянии на молекулярном, клеточном, организменном уровне. В том числе имеются данные о влиянии кофеина на наследственный аппарат клеток. Следует отметить, что информация по влиянию кофеина на наследственный материал клетки до настоящего времени сохраняет противоречие. Так, кофеин проявлял ДНК-протекторные свойства в эксперименте с использованием в качестве мотогена электромагнитного излучения. В то же время есть данные о том, что кофеин подавлял репарацию ДНК, что приводило к увеличению количества мутаций, то есть проявлял коммотогенные действия. Коммотогены – это вещества, которые сами не вызывают мутации, но усиливают действие мотогенных факторов. Цель исследования состоит в определении возможного действия кофеина на цитогенетическом уровне микроядерным методом на эритроцитах крови мышей. Объектами для исследования выбраны нелинейные мыши. Эксперименты проведены на 36 беспородных белых мышах-самцах. Возраст – 8-12 недель, вес – 35-40 грамм. Мыши содержались в стандартных условиях вивария, 12-часовой световой режим, со свободным доступом к воде и пище. Правила содержания и ухода полностью соответствовали нормативам, представленным на слайде. Мыши были распределены на 6 групп, по 6 животных в каждой. Кофеин в дозе 40 мг на килограмм – группа номер 1. Кофеин в дозе 100 мг на килограмм – группа номер 2. Диоксидин, мутаген, в дозе 200 мг на килограмм – группа номер 3. Кофеин в 40 мг на килограмм плюс диоксидин в дозе 200 мг на килограмм – группа номер 4. Кофеин в 100 мг на килограмм плюс диоксидин в дозе 200 мг на килограмм – группа номер 5. Физиологический раствор, контрольная группа, повеса, группа номер 6. Эксперимент длился 15 дней. Каждая группа получала свой препарат ежедневно. Кофеин мыши получали перорально, а мутагет внутри брюшина. Мазки крови изготовлялись на пятые сутки после введения препаратов. Окраска по Романовскому. С каждого стекла просматривалась по 2000-3000 эритроцитов. Для анализа микропрепаратов и определения микроядер был использован световой микроскоп. Доли микроядер вычисляли в парамилле. Статистическая обработка данных проведена с помощью непараметрического критерия Манна-Уитни. Достоверное повышение числа эритроцитов с микроядрами в опытных группах по сравнению с контрольной, в нашем случае приведение хлорида натрия, свидетельствует о мутагенности используемого вещества. Результаты нашего эксперимента доказали дозу зависимого воздействия кофеина на наследственный материал мышей. По результатам исследования, пероральное пятикратное введение кофеина мышам-самцам в дозах 40 мг и 100 мг на кг не приводило к достоверному увеличению количества эритроцитов с микроядрами по сравнению с контрольной группой. Группы, получавшие кофеин в дозе 40 мг и 100 мг на кг, не различались между собой по количеству микроядер в крови мышей. Представленные данные доказывают отсутствие мутагенности у кофеина при его пероральном введении. У животных, которые получали внутри брюшины диоксидин, уровень микроядер составлял 11,96. Таким образом подтверждаются мутагенные свойства диоксидина. Введение кофеина в дозе 40 мг на кг не увеличило мутагенную активность диоксидина, а наоборот снижало уровень микроядер в эритроцитах, то есть наблюдался генопротекторный эффект кофеина в этой дозе. Введение кофеина в дозе 100 мг на кг совместно с мутагеном привело к достоверному увеличению уровня повреждений наследственного аппарата по сравнению с уровнем микроядер под воздействием чистого диоксидина. Наши результаты показали, что кофеин не является мутагеном при его пероральном введении, но он показал комутагенный эффект при его использовании в дозе 100 мг на кг. По более ранним данным, кофеин в дозе 100 мг на кг при введении совместно с диоксидином не проявил комутагенных свойств при изучении индукции мутаций на метафазных хромосомах костного мозга мышей. При применении иного мутагена, циклофосфамида, кофеин в дозах 100 мг на кг и 10 мг на кг проявил комутагенный эффект. Вероятно, противоречие в результатах объясняется разными цитогенетическими методиками, которые используются при исследовании кофеина. В настоящее время, с одной стороны, накапливается информация о повреждениях наследственного материала у разных организмов под воздействием разных концентраций кофеина. С другой стороны, установлены генопротекторные действия кофеина в эксперименте с сальмонеллом. А так как кофеин продолжает оставаться компонентом популярных пищевых продуктов среди населения всего мира, широко встречается как загрязнитель в природе и может влиять на развитие некоторых заболеваний, и исследования его воздействия на наследственный материал клеток должны оставаться одним из приоритетных направлений медико-биологических исследований. Таким образом, кофеин в нашем экспериментальном исследовании не проявил мутагенность во всех исследованных дозах. Кофеин в дозе 100 мг на кг в сочетании с диоксидином продемонстрировал комутагенное действие. Спасибо за внимание.